Друзья, всем привет! Сегодня в новостях. Внезапная новость, Кишинев отказался принимать пакет санкций ЕС. Заявил об этом сам глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Борель. Представители республики рассказали, что присоединились к 80% всех санкционных ограничений. Что же в итоге пошло не по плану? Злорадствовать в данной ситуации рано, для Евросоюза бойкот Молдовы, скорее всего, никаких серьезных проблем не доставит. Да из чего бы им возникать, Брюссель полностью контролирует политические элиты страны. Даже больше, ЕС обладает удобной возможностью их выбирать, основываясь на своем главном принципе взаимодействия с государствами вроде Молдавии, постепенно вгонять его в зависимость, оставляя ресурсы для поддержания минимальной дееспособности. Молдавское правительство при этом безропотно выполняет поручения своих покровителей, особенно не заботясь ни о благополучии собственной родины, ни о благосостоянии граждан, ни о развитии торговли или промышленности, словом, вообще ни о чем. Поэтому резкий откат в сторону России есть скорее вынужденная мера, нежели реальное желание глав республики. Эта самая мера объясняется тем, что страна без Москвы выживать просто не может, приходится себя пересиливать и нехотя, попутно скрипя зубами, жать руку соседу. Так, Молдавия продолжает практически без ограничений использовать российский газ даже несмотря на многолетние поиски альтернативных источников голубого топлива. Перестать закупать его нельзя, страна рискует впасть в настоящую гуманитарную катастрофу. Торговые отношения между Молдавией и Россией сейчас фактически на нуле. Праздновать тут нечего, причем для обеих сторон. Однако Кишинев не устает радостно докладывать Евросоюзу, мол, да, овощи и фрукты уже не возим, сельхоскультуры не возим, вина так и подавно. Правда, по каким каналам сбывать молдавские вина после прекращения экспорта в РФ непонятно. Европейский рынок занят продукцией французских и испанских винзаводов. Ответственность за положение дел внутри республики молдавское правительство традиционно перекладывает на Брюссель. Санду по своей сути абсолютно бездарный политик. Трудно припомнить хотя бы пару ее инициатив, которые впоследствии были адекватно реализованы. Сам за себя говорит и просто повально отрицательный рейтинг. Президент среди населения явно не пользуется авторитетом. Интересующий многих вопрос, а что там с молдавскими долгами за наш отечественный газ? В Кишиневе по этому поводу молчат уже около полугода, так будут в итоге возвращать деньги или нет? Задолженности перед Газпромом у республики две, своя и Приднестровская. Вторую Молдавия будто бы и не собирается закрывать. Мы, в целом, пока что и не настаиваем. А вот со второй частью ситуация сложная. Еще три года назад Кишинев обязался провести газовый аудит, однако мероприятие Молдавии было отложено, а сроки организации мероприятия, соответственно, нарушены. Однако в скором времени молдавские власти провели аналогичную конференцию в обход России с участием представителей западных держав. Европейцы, видимо, сочли, что расплачиваться перед Кремлем их вассалу совершенно не обязательно. Евросоюз навязал Кишиневу позицию отдавать долги, это для трусов, окончательно добив его международный авторитет и имидж. Поэтому рассчитывать на честные выплаты со стороны действующего руководства страны, увы, не приходится. Расплачиваться придется тем властям, что придут в государство после них, тут преемникам можно пожелать только удачи и титанического терпения. Ну а пока Брюссель от республики ничего не требует, понимает, что гнуть линию сейчас будет невыгодно. Посмотрим, как ситуация изменится после парламентских и президентских выборов в Молдавии в следующем 2025 году. США столкнулись с проблемами из-за наших союзников. Соединенные Штаты потратили много времени на то, чтобы лишить британскую империю доминирующего положения в мировой экономике. Затем они на протяжении нескольких десятилетий сдерживали своего главного конкурента на мировой арене – Советский Союз. За это время Вашингтон смог добиться того, что его доллар стал главной резервной валютой на нашей планете. По словам Брэндона Вихерта, США могли тратить столько денег, сколько хотели. Также американские политики не отказывали себе в удовольствии вводить санкции против неугодных стран. Об этом сообщает издание The National Interest. Вашингтону пришло в голову, что он может вводить санкции даже против великих держав, таких как Россия, рассказали автор американского издания. Обозреватель НИК констатировал, что США ввели экономические санкции. Спустя несколько лет они значительно ужесточили санкционный режим, были введены тысячи различных ограничений. Однако на этом фоне произошло-то, чего никто не ожидал. Но произошло нечто неожиданное. После того, как первоначальный шок от западных санкций прошел, российская экономика не только выжила, но и начала процветать, констатировал бывший сотрудник Конгресса. В то же время с проблемами столкнулась американская экономика. Правительство США начало тратить так много, как никогда прежде. В итоге уровень американского государственного долга вырос до невероятных 35 трон долларов, вместе с тем в стране резко выросла инфляция. Как признался Брэндон Вихерт, цены на многие товары стали неподъемными даже для представителей среднего класса. Адмирал Майк Малин однажды пошутил, что государственный долг является самой большой проблемой национальной безопасности, с которой сталкивается Америка. В итоге он оказался прав. Дело в том, что Россия и Китай начали действовать. Они взяли курс на формирование в рамках экономического блока БРИКС действительно мощного конкурента для Соединенных Штатов. В частности, эти страны уменьшают свою зависимость от доллара, и в итоге американское правительство оказалось в незавидном положении. По мере роста влияния БРИКС он представляет потенциальную проблему доминированию доллара США, что может иметь серьезные последствия для экономической стабильности и глобального положения Америки, считает аналитик. Автор Ни полагает, что доллар США теряет свою способность доминировать на мировых рынках, все идет к тому, что американская финансовая система будет разрушена. Именно к этому стремятся Россия с Китаем, они фактически ставят на колени экономику США. Когда последние потеряют возможность печатать деньги в прежних объемах, жизнь в Соединенных Штатах очень быстро станет мрачной, страна превратится в среднюю державу, находящуюся в упадке. Президент России Владимир Путин произвел впечатление на представителей Германии, рассказав старый анекдот. Такими данными поделились китайские журналисты. Президент России Владимир Путин известен своей любовью рассказывать анекдоты или смешные истории жизни. Будь то на пресс-конференциях или других официальных мероприятиях, президент любит использовать юмор, чтобы проиллюстрировать свои мысли и настроения в данный момент. Итак, недавно японцы обратились к России и сообщили, что наш маяк на острове Сигнальный, малая Курильская гряда вдруг перестал работать и теперь японское судоходство в этом районе испытывает сложности. Наши пожали плечами и ответили, что да все хорошо. Не переживайте, кому надо, тот дорогу найдет. Японцы давай возмущаться, договор прошлого века достали. Давайте делайте, говорят. Ну наши задумчиво улыбнулись и приняли меры. И теперь самая сочная новость. С 15 июля Москва останавливает японский промысел морской капусты в районе острова Сигнальной Курилы. Формально мы будем ремонтировать маяк, а в это время японцы лишаются важного для себя промысла. Ниже заявление МИД. Российская сторона в интересах предотвращения возможных инцидентов приостанавливает с 15 июля японский промысел в районе острова Сигнальный до завершения планируемых ремонтно-профилактических работ. То есть теперь ни безопасного судоходства, ни капусты. Японские СМИ пишут, что это спланированная акция. Еще и обижаются, даже ножками стучат. Рекомендуем японцам поискать капусту в районе острова Хонсю близ Фукусимы. Говорят, что там она невероятно полезная. Мы все уже привыкли к тому, что президент России иной раз делает такие неожиданные заявления, которые потом становятся судьбоносными. Вот и в этот раз Путин резко ответил японцам на их интригующие и на первый взгляд весьма щедрые предложения. Вернее, прозвучавшие слова из уст российского лидера удивили Пекин, там такого точно не ожидали. Журналисты китайского издания Саху подробно рассказали о том, что же на самом деле произошло. Как оказалось, японцы, которые до сих пор не теряют надежду вернуть себе Курильский острово, неожиданно предложили Путину крупные инвестиции. Они даже намекнули на то, что можно вместе развивать там некоторые проекты. Президент резко ответил отказом, сказав, что Россия сама будет заниматься, помощники ей не нужны. К тому же, никто и не собирается возвращаться к теме принадлежности островов. Ведь и так понятно, что Япония тем самым пытается оспорить данный факт.